welcome 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 дорогие друзья изменение обновлений 11.2 а это те обновления которые конечно же будут уже использоваться на про сцене и скорее всего этот именно патч впервые попадет хотя тут под вопросом я просто думаю что именно этот патч впервые попадет на lc lc надо будет готовиться именно по нему дать сначала превьюшечку посмотрим ослабили райт games и огромный плацдарм наиболее популярных чемпионов и одного чемпиона спрос сцены спрос сцены имеется ввиду конечно же окали потому что у нее на самом деле сейчас 44 45 процентов винрейт везде на всех позициях что медлайн что-то plane все остальное это популярные чемпионы именно соло кушны усилены чемпиона которые не играются нигде кроме наверное вот шака потому что он играется в соло куб все еще но не настолько прям мега популярен просто меня он раздражает из-за этого крайне недовольны что произошли эти усиления но давайте перейдёмся на сам пачноц если мы вернемся туда спасибо тут сайт у них мог упасть в этом патче будет выходить вега через два дня и пока нигде не было оповещения о том что он будет выключен на чемпионатах то есть я предполагаю что вот этот чемпион который сверх дисбалансный на данный момент который сверх забагованы на данный момент будет как раз таки играться на про сцене уже со следующей неделе в чемпионате кореи в чемпионате китая чемпионате америки и европы тоже со следующей неделе эти выходные они еще будут играть на патч 111 а уже следующую неделю будет на 11 и 2 так что вегу мы уже сможем совсем скоро увидеть в преддверии этого должен был выходить должна была извините выходить игра падший король зару нет кинг но она так и не вышла нет пока никаких новостей про нее видео про вегу можете посмотреть у меня на канале на этом же на котором смотрите это видео также можете посмотреть обзоры на этого чемпиона 3 видео тоже про него уже записывал так что осталось только записать геймплей когда я сам буду за него играть как только так сразу вообще он считается лесником то плейнером но больше всего хайлайцев я видел именно на медлейне а за этого чемпиона саппортом его никто не играет у него заклинание ну давайте чтобы было проще вам осознать что-то по типу дариуса только нет прям такого жесткого cc эффекта есть какой прыжочек cc эффектом поэтому но на роли саппорта его практически играть невозможно но на роли ады керри медлейнера то плейнеры конечно же лесника возможно но теперь переходим к самому нерфу тот самый нерв который я сказал вокали присутствует а коли быстро справляется от потери хекс тековского штыка но вы знаете хекс тековский штык у нее отобрали это единственный предмет который она собирала и рай это решает затраты энергии ей увеличить на ее кушке не на первых уровнях чтобы уж совсем она не была слабой первые два уровня а именно только в конце и затраты энергии теперь у нее будет не 80 а соточка учитывая что акалия чтобы нанести критический урон либо чтобы зачистить вы его нужно два раза прокастовать это заклинание теперь это будет стоить считайте на 40 маны больше правда не забывать что можно пассивкой назад возвращать себе энергию и за счет этого многие акалии живут но посмотрим как у них будет жизнь теперь в салуку я думаю этот чемпион был слабый останется тем более азит это тот чемпион который на просто не играется в салуку тоже и рай это решили вспомнить о нем потому что раньше он игрался через хекс тековский ой как он назывался не хекс тековский штык этот наш артус через наш артус он играл зуб на шора а теперь у него нет этого предмета и нет нормальной перезарядки поэтому рай это на кушку решает уменьшить кулдаун на одну секунду надеюсь что может быть это ему поможет боятся они получить просто вечного азира в чемпионатах из-за этого очень аккуратненько делают этот баф надеюсь что это повысит винрейт но не повысит его присутствие в чемпионатах кейтлин очевидно что должно было что-то с ней произойти она сейчас одна из самых слабых и до кири и не зашли ни одни а д новые предметы гейл форс не очень хорошо и заходит потому что ей нужно много а д получать с предметов от хил ей тоже не нужен который дает арбалет и точно так же и ничего не дает кракен потому что 3 авто атака тру дамаг немножко добавочные для китлин это не особо круто из-за этого рай это решает просто добавить и больше просто атаки получается примерно 0 5 за уровень и следовательно это плюс 9 а дек 18 уровня тоже аккуратный баф почему ну потому что на просене она была свое время дико хороша дариус ему понижает его кровотечение уже с первого уровня вместо тридцатки до двадцатки почему так потому что с кастоломом дариус именно кости ломает на топ-лейне это чисто соло кушный нерв у него сейчас 53 процента на топ-лейне надо от этого избавляться хотят его понизить до 51 на просене вовсе но никто не играет так что не страшно доктор мунда ну очевидно с чем это связано у него скоро будет реворк у него скоро будет изменение визуального обновления и поэтому надо начать уже изменять какая же громкая музыка у нас пошла вскоре не давайте я ее уменьшу громкость то на разбудит всех кто спит у меня на канале доктор мунда ребят должен был получить какое-то усовершенствование пока это не касается его потенциального реворка но это все на то чтобы усилить чемпиона топ-лейне от позиции возвращение энергии через кушку мазохизм теперь больше отнимает здоровье у соперника если вы тратите собирать себе больше здоровья садизм тоже больше восстанавливает место 50 теперь будет 60 вместо 100 процентов максимально здорово будет 110 и все это идет как раз кин на топ-лейн правда от этого может повысить и винрейт лесника мунда давненько мы его не видели лесник мунда который играется через флит футворка с добавочной скоростью передвижения вообще всей желтой веткой на данный момент если правильно помню 48 процентов винрейта доктора мунда учитывая тройной по сути баф вполне вероятно что он станет чуть ли не самым высокооплачиваемым игроком по процентам следующем патче а именно что-то в районе 52 надеюсь что это будет не только лесник а потому что последнее время только в лесу его видимо топе не видел ну и в преддверии того что дарьюс ослаблена мунда усиливается возможно как раз таки мунда будет чаще появляться на топе по что дарис прямая контракт нему был всегда и лиза наверняка на вас всех задолбала она просто всех карает сейчас в лесу и ра это решать ничего не менять по сути ничего не поменяли единственно что не поменяли это минус 20 урона на кушки на замок шины кушки кушка конечно же у лизы довольно важное заклинание она максится но 20 урона снять у формы только человеческой вообще никак не повлияет на игру и я думаю тот винрайт который есть он может быть понизится там какие-то десятые доли процента но так-то чемпион все еще имеет все свои заклинания которые и создают ее такой как она является то есть пауки восстанавливаться пауки все точно также танкует и стан есть рпл и все это имеется потеря 20 урона здесь и на замок шином заклинанием вообще ерунда и верн раздолбай который играет сейчас и на медлене и в лесу и на топе именно из-за того что у него невероятная просто прочность счета идет райт решает его ослабить на 10 процентов потому что не хотят лишить нас возможность играть его в лесу но как мне кажется поступают неверно им нужно было оставить тем каким он является может быть даже усилить его но ослабить именно урон потенциал потому что именно за счет своего урона с кушки и либо за счет того что отката очень хорошие заклинания он стоит на топе и на медлене а почему назвал его раздолбаем но потому что чемпион реально такой странноватый особенно то как он себя позиционирует в лиге легенд это саппорт лесной но при этом иногда играется на других позициях даже на роли саппорта кстати настоящего тоже присутствует ли бланк кто не знает она у нас возвращается в игру слоеру привет прирост запаса здоровья плюс 5 это к 18 уровня соответственно 18 на 5 умножаем 40 получается почти что довольно приятная тема и откат затраты занятий маны на ее кушку тоже уменьшена на двадцаточку на первых уровнях то же самое чтобы она совсем не могла спамить это а вот в конце игры учитывая что можно макси это заклинание двадцатка маны сэкономили на это уже неплохо почему так и решили ли это поступить но они увидели что она не способна дуэлиться с другими ассасинами которые играются на медлене плюс ли бланка это тот чемпион который играется через луден стэмпест луден стэмпест не дают здоровья и соответственно получается что те чемпионы которые на медлене контроль маги играют не через луден стэмпест она банально проигрывает вот и добавили ей здоровье ну и уменьшил чуть-чуть затраты маны чтобы у него была возможность все же пойти через другие предметы альтернативные мука и раздражающий на роли саппорта но интересно то что он просто не он игрался на роли саппорт а потом как будто бах полчешку пальцы все перестали играть как будто райт сказали так что прекратили запрещено играть мука и на саппорте слишком читерства и действительно мы вот всю неделю первые смотрели все играют мука и на роли саппорта потом все перестали резко играть на роли мука и саппорта а вот солоком все еще остался бесит своей ешка и райт увеличивать затраты маны на ешки на пятом уровне на двадцатку это очень много и коэффициент урона уменьшает на 20 процентов от стабили типа который вы соберете это тоже довольно много учитывая что мука и всего-то 200 ability power соберет считаете поломали ему ешку она будет все еще создавать контроль она будет все еще является бесючим заклинанием тимфайтах но больше он не сможет в одиночку выигрывать тимфайт еще до их сражения когда пару чемпионов просто попали в ее ешку у них осталось меньше половины здоровья из-за двух саженцев которые были разбросаны по кустам ноктюрн я против вот этого бафа на райт уменьшают откат заклинания кушки на 2 секунды и перезарядку эрки на 10 секунд почему я против потому что я не считаю что он был сейчас жутко слабый не популярны но популярность ему и не придаст это это просто концепт чемпиона который всегда не популярный как вы скарнер как и мунда и если бы у них было преддверие нового скина или какой-то преддверие нового реворка и возможно как раз кейт и произойдет помните что 5 чемпионов райта объявляли нам на потенциальный реворк мы типа должны были голосовать но вы знаете как голое сование происходит обычно и есть вероятность что на самом деле они уже сделали ему реворк и понимаешь нас теперь подвести к этому моменту что будет реворк что будет вот эти вот маленькие сейчас пожелание наше поиграть на ноктюрный а потом баха реворк и все таки ну ладно давайте смотреть что-то произошло они так что а я хочу реворка чемпиона которого никто не играет понимаете ну ну тоже был ослаблен причем довольно крупно запас здоровья уменьшили ему в начале игры на 30 единиц чтобы не мог дуэлиться один-на-один против большинства брузеров лесных и скорость передвижения уменьшили на пятерочку напоминаю что скорость передвижения остальные руны в процентном отношении увеличивают то есть вроде здесь пятерочка вроде незначительно но phase rush не без клок остальные там руны которые тоже на скорость передвижения все это суммарно увенчается тем что он будет получать скорость передвижения под своей w не 650 а всего лишь 600 так что это уже может немножко повлиять на игру надеюсь они это нормально протестировали потому что главное чтобы не убивали чемпиона совсем все же но но это тоже своеобразный концепт танка инициатора лесного их и так сейчас мало седжуани никто не играет за к никто не играет трандла никто не играет остальные это бруйзерного типа чемпиона отрокс наверное вы видели что происходило и райт решили сделать ход конем видели имеется виду ролики на ю тубе где на 16 уровне отрокс нажимал ульту давал одну автоатаку восстанавливал себе все здоровье мгновенно хотя вроде и он уже был почти что мертвый райт и уменьшают ему губитель мира восстановление самолечения вместо 100 процентов будет 60 вместо 50 процентов 30 это на первом уровне но перекидывают это лечение на ешку и теперь эффективность самолечения от темного рывка увеличивается на первое заклинание или 1 автоатака которую после ешки дадите останавливает вам здоровье там так было описано и будто здесь это будет теперь новое лечение этого раньше не было но это только во время действий эрки не знаю как это будет работать я не отрокс мейнер поэтому мне сложно это оценить но мне лично кажется что это какой-то на идет они уменьшили ему отхил на эрки увеличили отхил после ешки и все но ешку про два раза можно кастовать насколько я помню в ультимативной способности такое мне не кажется что это лучше для него станет отрокс вот решили так нарфануть и так есть куча предметов которые понижают отхил вы знаете их сделали в огромном количестве и сегодня мы еще проекты поговорим олов а по какой-то причине райт и считает что его надо бафать это еще одна ошибка который я заметил в этом почнуться но мне лично кажется ошибкой я жду что это назад откатит уже следующем патче олов сильный олов очень сильный ссылок у 52 процента винрейт олов играется на просто не довольно популярен на просто не и райты такие а давайте его забав им чего в империзм увеличивается у него на 2 процента и увеличение лечения у него типа уменьшена в зависимости от недостающего здоровья до уменьшили так как ну понимаете обычно олов недолго сражается при здоровье один процент чувствуете да а вот увеличение лечения на постоянной основе на 2 процента на протяжении всей игры это довольно крутая тема потому что вот эти вот я знаю в чем суть они хотят убить топ-лайнер олафа видимо в этом идет идея что-то плане роллов иногда может кабины как говорится разбивать двум игрокам на топе которые пришли его загангать он типа с нулевым хп сражается против них до конца но в тимфайтах в конце игры вот этим он вообще пользоваться не может вы помните как он быстро пропадает особенно когда сейчас есть коллектор в игре и резалка отхила а вот вампиризм на постоянной основе и на каждое сражение это может очень сильно сказаться и я думаю олафа наоборот винрейт повысится они уменьшатся хотя это вроде как номинально для них считается что они за его за нерфи сена вы помните это еще чемпион да это вроде саппорт вроде ады керри непонятно что это и коэффициент скорости атаки и решили увеличить с 0 2 до 0 3 плюс душу подавать больше наконец-то золото и шанс освобождения увеличивать 22 процентов до 28 помимо это ее кушка теперь увеличивает лечение увеличит коэффициент урона и кто-то спросит шутю зубов такое ничто из него монстра хотят сделать нет она просто сейчас никакая вообще никакая ни один предмет надо ей новый не зашел не галифорс не тот же самый арбалет как и кейтлин одновременно с этим летали эти предметы и тоже не особо зашли потому что ну кто и будет играть с дар с даст блэйдом через нее да да сбой полная чушь значит ей надо играть с другими с рывком который на леталити тоже чушь и получается у нее остается только один этот эклипс эклипс ей восстанавливает здоровье дает маленький щиточек после удара по сопернику зачем он ей сдался она это как саппорт орден цензор ей это не нужно и лучше как-то летали создавать поэтому рай это решили просто бафануть и посмотреть что произойдет я думает эксперимент ну крайне пока по описанию хороший неплохой можно играть было и через диван ну да можно и поискать было какие-то бруйзерные предметы на то плене которые используются для нее там под до тринити форс а вот и тот момент про который я говорил ра это усиливают урон шака в спину правда увеселивают всего лишь на 10 единиц но все равно непонятно зачем ушака хорошая житуха сейчас если вы хотите вернуть а.д. шака в игру так ослабьте ability power его приросты вот и все люди перестанут играть его ability power или вы ради пингварда это оставляете тогда зачем вы усиливаете а.д. урон шака непонятно от 10 до 25 а раньше был урон зависимости от уровня теперь от 20 до 35 это увеличивает и clear скорость клеера леса шака и их более сильные ганги и тот же самый шака саппорт будет тоже от этого счастлив так что я не совсем понимаю зачем это нужно и кого вдруг ребят у кого родственники враги работают родственники шака видимо работают враги поэтому здесь такая тема произошла сарака у нее тоже лечение тоже она есть вроде как в игре и рай это решает его еще раз увеличить это на самом деле реально клоунада происходит хотя эту шутку надо было для шака оставить про клоунаду но клоунада заключается в том что рай это увеличивает количество предметов которые режут от хилл и потом такие блин а давайте тогда увеличивать от хилл в ответ и так вот она все увеличивается 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 и где-то в сторонке стоит такой чемпион как тарик и говорит ну да ну да пошел я нафиг или какой-нибудь еще саппорт которого вы вообще забыли что это саппорт является потому что но а как играть то вы хотите резать от хилл но потому что молотрокс дико крутой при этом страдает из-за этого сарака сараку надо значит усилить усиливаете сараку от этого автоматически страдают другие саппорты и вы так будете постоянно что ли всех усиливать а потом окажется что адекире вообще играть больше не может на линии или не может играть больше листник на линиях своих то что он выходит на ганка там 40 танкове и его и она одной кушке наносит а вот как здесь ребят 110 урона там это общее лечение обновление да это 110 восстановление здоровья там одной кушке сколько у нее там прирост был 240 по ум 240 урона по казиксу да и при этом еще лечится на 230 ты такой по моему где-то здесь дисбаланса но это так утрирую конечно же казикс она будет убивать 40 надеюсь где-то в углу плачет еще сон который кстати ни один новый предмет не зашел это тоже немаловажно ура я смогу давать ответ на вопрос когда мне приходит в чат и спрошу почему трандо не играется я им всегда отвечал что просто не играются в лесу танки это правда то есть конкретные три танка которых трандо доминирует они не играются в лесу из-за этого трандо не играется тоже в лесу в ответ а на топе ему не стоя не хватало отхила история это делают они увеличивают коэффициент урона тела атаки на кушку как раз таки на 5 единиц на 5 процентов и землю скорость атаки увеличивают на 10 процентов и вот это таким вот образом рай ты возвращает трандо на топ-лейн и одновременно с этим они подготавливают нас к как минимум соло кушному противостоянию трандо мунда помните его она присутствовала потому что трандо прямая контракт мунда трандо прямая контракт заку к маукаю лесному танку если маукаев танка играть и конечно же к си джуани но так как эти чемпионы в лес не попадают вот они решили хоть что-то придумать варус вы помните что тысячи чемпион да вот это тоже о нем вспомнили видимо тоже кто-то из родственников варуса пожаловался и прирост запаса мана ему увеличили на 7 единиц цепь его порчи уменьшили кулдаун на 20 секунд в начале игры чтобы не было такого что он дал ее и потом две минуты сидит ждет так как почти у всех его конкурентов откат ульты в 90 секунд а у него было 120 то есть он на полминуты дольше без ульты находится та же самая 300 она могла просто влетать убивать его зная что у него нет ультимативной способности теперь 100 секунд в конце игра все те же 60 секунд чтобы просто она не пострадала от этого потому что варусы которые ультуют вслепую ради прикола это тоже страшно так что варус возможно немножко вернется в игру запас маны мы увеличили но мне не нравится что у варуса предметы ему не зашли гейл форс единственный предмет который более-менее на него заходит кто-то скажет что кракен же с трудомагом да но кракен сам по себе был занавлен совсем недавно и поэтому получается что ни то ни другое ему не заходит чуть дальше бы увидеть еще мою мысль зои список предметов обновили потому что но вы знаете что предметы новые у нас появляются и нам тут рассказывать из осколков не может выпасть искупление вот это вот появилась тема и только на это стоит обратить внимание потому что все остальное в общем-то нормально рундуины эти щитки солярий реактивный химдоспех все это может выпадать ей она не может больше искупления выпасть это redemption это хилл по линии хилл линии на топе линии на ботлейне самого себя с улыном это довольно жесткое заклинание она равносильно было игна эту который тебе выпадал здесь но выгнать то выпасть не может если чемпион только в тебя его не потратить поэтому его за нерфили и в общем-то это нерв зои значительный ли но наверно для просто назначительной ссылку и не думаю что это вообще как-то будет влиять на игру потому что люди не особо даже понимает как вообще выпадают оттуда эти заклинания ну а теперь мы переходим к предметам потому что их тоже изменяли и начинается все с похитителя сущности у которого полностью а поменяли пассивку восстановление маны теперь у похитителей сущности будет работать нет максимального запаса маны от 40 процентов урона нанесена при помощи этого предмета как это будет работать я не могу посчитать на вскидку лучше это стало либо хуже самые сами риуты говорят что был слишком слаб значит это типа баф по их мнению но не знаю наверное баф не буду спорить то есть вы далее автоатаку с похитителем сущности у вас в инвентаре восстановили какой-то запас маны себе раньше было трех процентов теперь будет от 40 вашего нанесенного урона по противнику и вот она сила штурма который гейл форс как я его называю перезарядка его рывка не 60 секунд от 90 стала мы как раз недавно говорили про варуса которому этот предмет зашел а ше он тоже там более-менее зашел с кракеном она его тоже играла играла саша пока кракен не за нерфили вот потом перешла на силу шторма и теперь 90 секунд вместо 60 все ассасины вдруг ура сказали все грейвсы вдруг поникли потому что чё делать теперь у них не будет рывка такого дисбалансного постоянно и в общем то я не знаю как это сильно может сейчас поменять мету потому что для d чемпионов теперь получается все предметы были хоть раз но за нерфли на спалшил тот отыграть толком нельзя который арбалет потому что только отхил на нем есть если твой чемпион не является хиллером игровым а такой как самира тебе он вообще не зайдет сила шторма ограничивать теперь тебя сражаться не каждые 60 секунд а каждая только полторы минуты особенно это на просто не очень важное ограничение но и соответственно кракен тебе нужен чемпион особенный который разгоняется по скорости атаки чтобы каждую третью авто атаку наносить урон по сопернику поглядим как мета до кире начнет меняться и как это кире я думаю на леталити предметы просто переходить леталити как основной предмет а остальное просто на скорость атаки будут как-то выбирать предметы общего плана хекстэковский ракетный ремень это типа ответный нерв вот мы за нерфили а до кире которые могли отпрыгивать силы шторма от вас вот поэтому мы и за нашли в ответ хекстэковский ремень чтобы за вами теперь не гонялись продолжение скорости передвижения только полторы секунды и 30 процентов скорости передвижения вместо 50 но если мы побежим по сайтам то мы узнаем с вами что его собирала всего полтора чемпиона по сути это целенаправленный нерв на эко в общем то и все эко и владимира вот два чемпиона которые получили нерв с вот этого изменения но еще возможно кино на этом с горем пополам найти возможно рамбла с горем пополам то можно найти а в общем то больше это никого не касается все остальные чемпионы а галлио да кстати вот про галлию забыл когда продумал про это в чате мне написали что еще галлио конечно же анечка через него не игралась диана толком через него тоже не игрался у них свои рывки есть довольно хорошие и они все на статичные чемпионы после улына не лучше стоять на месте чем бегать куда-то а вот галлио да про него я совсем забыл и возможно тогда из-за этого все произошло здесь про это не написано что галлио не нервит с имперским мандатом я зашел на пбе протестил не понял что произошло читая это описание на английском языке не понимаю что произошло читая на русском языке не понимаю что произошло давайте читать вместе несмотря на изменения обновления была плава имперский мандат по-прежнему слишком силен в руках одиночных чемпионов с несколькими эффектами контроля это понятно то есть чемпион типа в лк за тип нами они дают какой-то эффект контроля имперский мандат прокается как твоим союзникам так это бой очень сильные или за тоже с ним играю мы хотим снизить эту привлекательность для героев одиночных линий допустим что они делают раньше перезарядка самого мандата его пассивки начиналось когда союзник снимал метку вроде пока все понятно теперь же начинается когда применяется изначальное замедление обездвиживания кто-нибудь понял что нибудь ну и я не понял я вижу только то что откат заклинания теперь срабатывает в тот момент когда ты кинулся эффект в оппонента и кулдаун пассивки включился они в тот момент когда ты нанес урон но а где здесь нерв то какая разница в какое место это передвинуть если она откат будет те же самые 40 секунд если урон все она будет наноситься на пбе было еще понижение урона но они его убрали как видите вы больше нет я лично не въезжаю либо здесь написано не так но в английском если то же самое написано не могу понять и на пбе заходил одиночным чемпионом я дал каст и не увидел разницы то есть откровенно говоря не увидел разницы весь урон такой же кулдаун такой же если делаешь все одно время возможно это как-то связано с моментами того что ты можешь кинуть сейчас объясню ребят и у меня вот какая мысль появилась возможно это связано вот с чем ты кидаешь какое-то заклинание которое просто является cc эффектом ну типа допустим заклинание замедление зерата но не даешь сразу второе заклинание а кулдаун уже пошел если ты не успеешь дать по нему заклинание дополнительное избить мандат то кулдаун ты упустил свой но это такой мизерный просто шанс в этот момент попасть то что обычно ты даешь два заклинания подряд сразу или заклинание с автоатакой редко такое бывает что ты дал замедление и такой ну сейчас подожду 5 секунд пока пассивка висит пусть она пройдет если типа не успел то ты второй раз прокнуть сейчас не сможешь надо ждать снова 40 секунд ведь пассивку ты профукал по нему а раньше она срабатывала только когда ты сбивал саму метку и если ты ее не сбил у тебя все еще и шанс типа вот в этом видимо нерф но это так редко будет происходить так что это вообще не повлияет на игру я лично думаю это вообще не повлияет на игру особенно таким чемпионам как нами точно беспокоиться не надо даешь ешку все еще на своего до кириды кириды дают автоатаку который является замедлением от тебя же и автоматически сразу прокать дополнительный урон никуда он уже не денется и тут мы подходим к убийце кракенов которые убили еще раз афелей катарина ургот и больше никто хотя по логике должен быть здесь гаран еще написан но учитывая что райт и сделали но гарана здесь не написано и сейчас мы будете мне набрасывать еще чемпионов которых также работает у афилия есть кушка и его и севертрума это телега который он ставит либо автоатаки кто он делает при помощи этих шурикенов туда-обратно летающих катарина который нажимает ульту и ургот который нажимает w они прокали кракен он хит эффекты так называемые постоянно вокруг себя летающие они прокали кракен потому что их там очень много и каждый третий прок он наносил трудомаг теперь этого нет нерв катарина а.д. абсолютно логичный нерв афелия странный потому что он и так не особо сильный нерв фургота вообще полный бред потому что во первых ургот даже не определился с предметами которые он собирается и тут мы возвращаемся к гарану но ведь у гарана его крутилка также работает почему его здесь нет в этом списке то есть вы индивидуально только на этих трех чемпионов набросили этот нерв либо вы набросили как обычно потом забыли про это а как же ульта саммиры вот правильно да в чате пишут как же ну тут надо вспоминать и реально всех чемпионов прям вспомнить с не смогу у которых есть что-то наносящие постоянно урон а дэшный ульта люциана кстати да почему я лично думаю что они все тоже будет за нерв лены просто рает и забыли нам проект написать и сейчас гаран если кто-то играл гаран из убийцы кракенов вы станете слабее скорее всего если кто-то играл убийцу кракенов на самире все-таки все же были вы тоже станете слабее либо они умудрились каким-то образом четко в кракен там прям прописать его строчку этого предмета чтобы тащили катарина и ургота уюю нельзя крести 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 крестик а вот остальные ульты пусть работают также просто анимация они анимация механика ультимативных способностей катарина и самир они идентичны боевая песен шуры здоровье раньше давала 350 теперь 200 ой нерв да дополнительная скорость передвижения было теперь ее нет но зато дают 40 силы умений плюс ability power добавляет это интересно потому что теперь многие лесники могут в этот предмет уходить те же самые ну ну та же самая сиджу они попытаться ее сделать база восстановления маны плюс 50 процентов и рецепт теперь другой и соответственно вроде как будет и чуть проще собирать воспламеняющий камень и зеркало йорла плюс 750 золота раньше тут было две составляющие крови луны амулет феи слоты были заняты что это вообще здесь произошло кто-то спросит я скажу что просто предмет был не популярен и райты решили вынести такие небольшие изменения таким образом поднять винрейт алистара тарика рейкана но есть вероятность что этот предмет теперь собирать лесники вид 40 процентов и 40 единиц сил умений на дороге не валяется это число вообще-то не сильно отличается от предметов которые тот же самый хекс таком был правда скорости передвижения дополнительно нет есть все еще вскроено встроена пассивка нажимаешь и ускоряющую свою команду шуреля без скорости передвижения общей пассивки имеется ввиду там которая была каменная доспех горгули отныне ребят дополнительно броня будет не три процента пять процентов давать потому что предмет жутко непопулярный из-за этого такое есть 40 единицы умений на они процентов и переходим к предметам смертоносности это были саппорческие предметы здесь был предмет а.д. и там предмет тоже еще саппортерский предмет смертоносности они немножко поменялись и смотрите что у нас 200 золота дешевле становится теневая глифа который выбивает варды но меньше дает а.д. рецепт чуть-чуть другой на 5 а.д. уменьшили уменьшили цену этого а.д. на 200 это соизмеримо ребят кто не знает 400 золота это как раз 10 а.д. соответственно 200 золота это 5 а.д. абсолютно соизмеримо и теневая глифа теперь может вернуться в игру она просто не так точно в соло ку под вопросом потому что варды выбивать иногда не нужно но вот змеиный клык который стал дешевле на 200 золота но дает на 5 а.д. меньше это очень хороший баф потому что его как раз иногда не хватает и не хватает на него денег постоянно а вот так вот ранним предметом можно его взять против фу сетап оппонентов которые строят свою игру на щитках и леталите какой-нибудь за это казикса да и тот же самый грейкс получит хороший бонус ну или можешь выбирать коллектор там у тебя вариант либо коллектор либо это или против кармы до нож ким панка то же самое только здесь уменьшили ему на 100 золота ценность чтобы их соизмеримо поставить в 1 в 1 ряд все эти три предмета а здоровье уменьшили за этого 50 но это тоже соизмерим потому что 200 здоровья стоит 400 золота соответственно получается минус 100 минус 50 должно быть такие дела тут нет нарфов тут банально просто цифры меньше стали по золото затрату и для ассасинов как раз таки это будет хорошо хорошим таким поприщем поиграться а вот здесь вот интересно рецепты все поменялись у двух этих предметов призначен танзора ураган рунан и они оба дали на 5 процентов скорости атаки дополнительно это как раз таки для тех адекели которые совсем мертвые это калиста это варус это эш это кто у нас там еще на скорости атаки строить свою группу как маф чтобы они могли без орден сенсор саппортов тоже играться мифические предметы для танков и ребята это последний пункт но я понимаю что вы уже устали давайте собрались сейчас надо въехать въехать что произошло советую сейчас всем въезжать не обращайте внимание на красные предметы это орновское говно ну вот что произошло и гида солнечного пламени вы знаете этот предмет это sunfire локет который был на топе отныне он больше не дает пассивным умением мифическим пассивнее который на все предметы дает бонус ускорение умений он теперь дает стойкость ту самую стойкость которую давал реактивный химдоспех теперь дает она реактивный химдоспех в свою же очередь теперь стоит дешевле на 400 золота 2 800 стоит 2 800 не 3 200 сопротивление магии у него меньше ускорение умения стала на 5 больше а главное он теперь дает ускорение умений понимаете они поменяли пассивки местами зачем но потому что актив кита разные вот здесь и там поэтому они так и решили поступить и попробовать вот в таком духе провести а что же с рукавицы случилось а рукавицы отняли 25 брони от не прибавили и ускорение умений и уменьшили ценность ее на 400 золота и получается что сейчас самый дорогой предмет и гида солнечного пламени со стойкостью самые дешевые получаются рукавица и химдоспех для топ лейнеров либо лесников и пора это как обычно помните патч когда они сказали мы меняем все новые предметы мы даем возможность людям альтернативно проводить свой выбор у каждого чемпиона должен быть выбор на три разных предмета если ты видишь оппонентов много контроля ты выбираешь раньше химдоспех если ты видишь у них много д урона выбираешь гаунт лет если видишь что можно просто пойти в общую танковость уйдешь это не теперь так нельзя теперь очевидно что это собирается на топе всеми танками а это собирается лесниками танками почему я так говорю потому что лесники не найдут эти 400 золота где-то в кармане где ты достанешь тебе срочно нужно будет покупать этот предмет либо вообще саппорческий какой-то предмет типа шурели потому что мы слишком большое отставание иначе будет да ты потеряешь немножко в статах но пассивки то останутся на поле полезные и я не удивлюсь что мы сейчас увидим обилие просто химстэк доспеха практически на всех чемпионах опять же из ускорения умений дешевое ускорение умений который дается в начале она дико хорошо ну и скорость передвижения тоже будет добавочная а что же все гиды солнечного пламени но их будут топ лейнер собирать танки которых не будет в игре потому что они все играет в лесу либо на роли саппорта так что мы этот предмет скорее всего больше не увидим очень долго не увидим какой-нибудь чагат на топе мунда вот они его смогут еще брать на топе хотя опять же чагат и мунда им гораздо лучше будут заходить вот эти два предмета откат заклинаний для чего-то потрясающий потому что у нее из встроенной встроено увеличение его пассивки хп либо вот эта вот штука тоже который увеличивает ему сам 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 по себе размер а мерки можно взять как раз таки таким образом добавить стойкости тут выбирать будут скорость передвижения либо выше танковость но и гиду они таким образом убили но решили дать видимо шанс другим предметом себя проявить скорее всего потом и гиде они просто ты повысят добавить и там плюс 5 армора плюс 5 магической защиты вот таким образом изменение в магазине не особо важно изменение балансе нас не интересует и ошибки которые были они в основном касается клиента и каких-то вот прям багов где иногда чемпионы что-то не могли там кастовать я очень надеюсь что райты занимались другими багами а багами которые нашел венделил там на том же сайт на самом своем блоге youtube он выкладывал миллиард багов про вега когда вега мог стать чемпионом и назад не вернуться остаться чемпионом навсегда когда вега не умирал просто и когда у него стан там был бесконечный скорость атаки когда он воровал у чемпионов которые были под пассивку усиление скорости атаки он убивает этого чемпиона становится его пассивка потом возвращается в свою форму а у него остаются эффекты предметов которые были все это было я надеюсь они этим занимались они то что это нас ждет послезавтра постоянно в игре ну а что касается новых скинов они довольно красочные красивые их очень много потому что грядет новогодние праздники в китае и под китай конечно же нас говорится завалили завалили огромным количеством скинов связанным и с новогодними праздниками и вот это шивана мне дико например понравилось вот и все такой-то у нас патч нос получился надеюсь он вам понравилось как я его зачитал ставьте лайки подписывайтесь на канал видео получилось крайне долго но потому что и патч крайне большой